Творение святого Ефрема Сирина Том 4, страница 198 Просили у него хлеба в пустыне, Изобильно насытил их. Не было там пекущего хлеба, Не было готового хлеба. Но он повелел, И во мгновение ока Тысячи насытил хлебом. Как близний и домашний Обходится он со всяким, Кто взывает к нему И умоляет об очищении от грехов. И он, как благий, Всем отпускает грехи. До преизбытка богата его сокровищница, И богатство сие разделяет он бедным. Всякий просящий, чего бы не хотел, Получает из богатой сокровищницы его. Ибо отовсюду окружены мы Милосердием и щедротами его. Звал Симон его на вечере, Побуждаемый любовью Иисус, Пошел с фарисеем. Там умоляла его грешница, И получила от него прощение. С щедротами своими И сгладил ее грехи, И любовью своей омыл ее скверны. Потом повелел апостолам своим, Сделанное ею, Предать письменным память о ней. Грешница эта, братья мои, Служила сетью для мужчин, И бесстыдными своими поступками Уловляла их в сеть свою. Она была зеркалом для распутных, Чтобы развращать их своей красотой, Служила некому дьяволу луком, Из которого бросал он стрелы свои. Из-за чей этой блудной жены Дождил он стрелы рожения И похоти на судострастных И от прелюбодеев, Чтобы истребить их сокровища. Это была хищница, И своей красотой брала в плен невоздержных. Как безумные ходили они за непотребной, Блуждали по следам ее. Юноши, увлекаемые красотой, Ее забывали домы свои. И она своими взорами Мановения и омочей Ввергала их в пагубу. Как ненавистница чистоты Восхваляла она судострасти, И непотребством своим Дерзко посмевалась над законом. Многие дни провела она в блуде, И своим непотребством И суетностью доведена до безумия Вместе с нечестивыми. Как придорожный вор Сидела она на распутьях И красотой своей уловляла В погибель занимающихся куплею. Прелестями своими Производила несогласие И раздору между женами, Разлучала мужей и жен, И от домашних ссор Пустили домы супружниц. С юности предалась она Непотребным делам, Бесцедное пиршество Приготовляла мужам И оскверняла дом Своим любодейством. Семь бесов Любители непотребству Сопровождали ее. Уловляла она Мимоходящих юношей, Чтобы довести их до безумия. Стала жилищем Прелюбодейства, Виталищем порока. Дерзкое лукавство Почивало в ней И делало ее Недоступной для упреков. Поработившись непотребству, Презирала она чистую свободу, По сладострастию Оставила стыд и целомудрие И проводила дни свои В бесстыдном распутстве. Лукавый соделал ее Домом греха в Иудее И стала она как бы зеркалом Для любителей непотребства. Все оставила она Родных, родителей, братьев, Чистоту, целомудрие И не скверное супружество. В развращении своем Любила только общество любодеев, Чистые же супружеские узы Презирала. А это эта грешница, Которая по своему разврату Была сетью и для сладострастных, Простирает сеть свою Господь, пришедший взыскать Погибших, чтобы уловить Голубицу, гонимую Хищными ястребами. Милосердный ловец, как гость, Пришел в дом к Симону, Который приготовил ему вечерю, Чтобы у него ссидел он гнездо И вознеселился. И тогда милосердный ловец Начал приманивать в гнездо Свою голубицу, Побуждал ее приблизиться к нему И просить у него помилования. Щедроты свои послал ловец Уловить одичавшую голубицу, Которая скрылась из обитаемых мест И отлетела в безлюдную пустыню. Поспешил милосердный Разложить сеть свою, Преградил этой бедной Все пути к уклонению. Уловил и связал ее Своей любовью, Чтобы не ходила более С любодеями. Расставил ловец Птенета своей И распростер их Предобезумевшую. Скоро подкралась она, Вошла и по простоте Воли своей Уловлена эта дикая голубица. Дыхание жизни нашего Господа Послужило для нее приманкой, И оскверненную грешницу Вовлекло в сети божества. Слышала она молву об Иисусе, Которая распространялась Перед ней Как приманка. И как скоро вкусила ее, Воспоменилась любовью к Иисусу И пришла к Нему. Слышала она, Что Господь наш С сердоболием прощает грехи, И с поспешностью Притекла к Нему, Потому что имела нужду В прощении. Порок и грех Подстерегли, И подобно льву Истерзали ее. Но как скоро заметила она Раны свои, Притекла ко врачу. К Иисусу, Наилучшему врачу, Исцеляющему греховную язву, Притекла грешница. Умолять о щедротах, Чтобы перевязала Исцелил язвы ее. Как лютые разбойники Избили, изранили, Обнажили ее, И поругались над ней Беззакония и грехи. Многочисленны были язвы ее. Пороки, скверны, Непотребства и грехи Сокрушили ее. Поэтому с любовью И сокрушением, Заливаясь слезами, Немедленно восстала она И пошла умолять Величайшего из врачей О помиловании. Благоразумно эта женщина Взяла с собой Дорогое Мира, Восстала и пошла В дом Симонов, К искупителю тварей. Не усыдилась При вступлении Своем Ни множество гостей, Ни Симона, Который укорял ее, Говоря ей, Не осмеливайся Подходить к святому, Мой гость, Великий муж, И тебе Невозможно Допустить к нему. Но не побоялась И не постудилась Она возлежащих С ним, Потому что Сострадательному врачу Всякий Без смущения Открывает Недуги свои. Показала Гнойные Свой струк, Принесла Вместо Вместе Кодила Исповедание, Воскурила И его Слезами И воздыханиями, Чтобы издавало Оно Приятное Благоухание. Сама Себя Содевала На священодействующую, И ее Курение Благоухание Проникло Во святилище, И истинного Первосвященника Подвигло К помилованию. С сокрушением Обнаружила Она Желание Своё Умилости Ведь Его Позади Иисуса Стояла Виновная Грешница И С сокрушением Воздыханиями, Любовью И слезами Отчей Своих Просила Дозволение Приблизиться К Нему И получить От Него Оставление Всех Долгов Своих. С сокрушением Говорила Бедная Прощающему Вины И Прегрешения, Пришедшему Взыскать Тебя К Нашему Роду. По Изволению Своему Пришёл Ты На Землю И посетил Грешников, Чтобы По Милосердию Своему Снова Воззвать Их К Жизни И По Щедротам Своим Очистить Их На Мне Которые Так Бедствую Покажи Господи Милост Твои Щедроты Твои Потому Что Имею В них Нужду Неправда И Лукавство Сокрушили Меня Моим Примером Пусть Ободрятся Грешники Имеющие Нужду В Оставлении Грехов Гнойный Струп Неправ Раскрылся У Меня И Множество Всяких Нечистот Покрыло Меня Исцели Меня Величайший Из Врачей Умоляю Тебя Лукавый По Злокозненности Своей Поставил Мне Скрытые Сети И Уловил Меня Ими Расторгни Их Чтобы Могла Я Освободиться Из Них Желаю Стать Твоим Достоянием Причисли Меня Господи Ковцам Стада Твоего И Не Удаля От Пребывания Со Мною Да Не Хвалится Мой Гонитель Ежедневно Расставляющий Мне Сети Печальная Обремененная Грехами Зима Прекрасная Ветви Мои Лишила Плодов Их Дай Благи Господи Чтобы Снова Принесла Я Цветы Как Весною Как Крепки Сия умоляющие слова произнесла кающаяся, и милосердный Господь оставил ей долгие и грехи. Ее были вопли и слезы, его щедроты и милость. Слезами своими омочала она ноги его и волосами своими отирала их, миром помазала члены его. И вознеслось приятное благоухание любви ее, воздымилось, скодило покаяние ее, и возвеселило взаимодавца. Видела она, что грехи сделали ее ненавистную, исполненную пороков и скверн, потому старалась бедно испросить у него избавление от своей распленности. Господь наш был для нее зерцалом, в котором увидела себя покрытой нечистотами, пятнами и язвами, узнала о себе, что объята она тьмой и вся болезнует. Как скоро озарилась душа ее и узнала она, какое есть врачество для язв ее, тотчас сбежала тьмы и пришла к свету. К Иисусу, не мерцающему свету, пришла грешница, погруженная во тьму. При взгляде на себя приведена она в ужас гнусностью одеяния своего. Если бы кающийся грешник после греха не забывал своего греха, то не допустил бы его снова в душу свою, когда она уже очищена. Но, увы, слишком скоро забывает он, что сделал. Перед глазами у него тьма заблуждений и не примечает сего, потому что соделанный грех ослепил и лишил зрения глаза его, и не веет он совершенно им неправды. Посему даруй Господи душе, чтобы не забывала она грехов своих, и чтобы смерть не владычествовала над нею. Через обольщение похоти входит в душу заблуждений и смущает ее, отчего забывает она грехи свои, и неприметно увлекается в новые пороки. И таким образом по забвении дел своих подвергается страданиям и скорби. Торгается смерть и простирает над нею покров тьмы, чтобы душа не могла ничего видеть. Коварно облекает она ее своим покровом, и потом во мраке представляет ей грех, чтобы душа привязалась к нему и утратила от того величественную красоту свою. Вливает в нее горькое уныние, и тем гонит от нее покой и чистоту. А как скоро приведена душа в смущение, грешит сама того не примечая. Ибо в этой тьме заблуждения кружится она, как оцепеневшая, и в этом оцепенении теряет стезю добродетелей. По собственной вине, покрывшись облаком неправды, душа блуждает во грехах, не зная того, что делает, не примечает окружающие ее тьмы и не разумеет дел своих. Но как скоро коснется ее луч всей оживляющей благодати, душа приходит в ужас, припоминает, что ею сделано, и возвращается с опасной стези от злых своих дел. Тогда видит душа неправды свои, познает гнусность покрывающих ее нечистот, страхи и трепети бежит из тьмы и притекает к милосердию матери, покаяния. Девица душа самой себе ужасается дел своих, потому что обманутая лукавым делала все лукавое. С великой скорбью воздыхает она, жалобно сетует, проливая потоки слез, и умоляет, чтобы можно ей было добрыми делами возвратиться в прежнее свое состояние. Спешит туда, откуда пришла, и прибегает к покаянию, в сильном желании возвратить себе прежнюю красоту, которая утрачена, и которую погубила она своими непотребствами и делами порочными. Чувствует она, как велики язвы ее, и размышляет об учиненных ею беззакониях, и отсюда рождается воздыхание, мучение и горькие страдания. Льются слезы из очей ее об утраченной красоте. Многочисленные гнойные струпы ее, и поскольку видит она великую гнусность свою, то бежит от нее и ищет защиту и всесчедрые благодати. Поэтому-то, возлюбленные, Господь наш говорит, блажены плачущие, если грешник не видит своих беззаконий, то и не плачет о них. Но если видит грешник грехи свои и беззакония свои, то с воплем плачет и воздыхает о прегрешениях своих. Поэтому плакала и блудница, ибо увидела множество язв своих, озиралась душа ее, и познала бедное, что ею сделано. Объяло ее сокрушение, и слезы полились из очей ее. Солнце-правда Иисус, врач всех болезней, открылся перед ней, и просветились очи ее, ослепленные тьмою. Христос показал ей, что погрузилась она во тьму и на распутиях опуталась с сетями. Проник свет во тьму бедной грешницы, которая была омрачена, и увидела она свет, то есть Христа, и с любовью обратилась к Нему. Сияние невидимого отца воссияло для омраченной, и озарило очи скорбящие и погрязшие во тьме. Тогда при сиянии светлых лучей его приблизилась и пришла она к Нему, чтобы рассмотреть его и озариться светозарными лучами его. Душа ее узрела в образ славы, его великий и славный свет, и получила от него блистательность, великолепие и озарение, очистилась от тьмы и обольщений противника. Увидела она, как оскверненная омрачена пороками, и пролила слезы из очей своих пред врачом, чтобы уврачевал он гнойный струб ее. Открыла ему болезненные язвы свои и соделанные ею беззакония. В доказательство, как велика болезнь ее, из очей ее лились слезы пред милосердным врачом, и все члены ее содрогались. Во свидетельство того, как жестоко было мучение ее по причине множества скверн и нефистот, драгоценная и отличная мира возвела она на главу врачу. Из-за мира, которым помазала его, исцелил он ее от болезни. И в благоухании драгоценного и отличного мира открылось там достославное чудо, чтобы всякому сделалась известная чрезмерность любви ее. Миро само по себе было неблаговоннее всякого другого мира. Но смешавшись с благоуханием Иисусовым, оно благоухало всю храмину. И ноги его помазала над тем же благовонным миром. А это означает, что Спаситель наш отовсюду подает и надежду, и помощь всякому, кто хочет приблизиться к нему и исповедать его Сыном Божиим. Милосердный дозволил, чтобы покрытая нечистотами приблизилась к нему. И кающаяся дерзнула, как желалась ей, объять его святою любовью. Не укорил он ее, когда при учениках его коснулась главы его оскверненная грешница, покрытая множеством нечистот. Даже дозволил ей обнять ноги свои. Что хотела, то и делала она. Омывала слезами своими ноги его, и не погнушался он бедною. В горьком сокрушении со слезами лобызала она его, и не отогнал он ей от себя блудницу. Едва приблизилась к нему, дерзновенно стала прикасаться к членам его. Пламенея любовью к Иисусу и желая приблизиться к тому, кто возбудил ее, не устыдилась она ни фарисеев, ни учеников, и приблизилась к нему. И не воспретил он ей приблизиться к себе, потому что умоляла она об оставлении грехов ее. Сокровище божества отверстие было перед грешницей, чтобы через приближение свое к нему соделалась она образцом для кающихся. Вошла она в слезную купель, чтобы очиститься в ней. А если бы устыдилась света, то вышла бы из купели без оставления грехов. Взяла она с собой мир и слезы, и пришла к виновнику святыни, чтобы при омовении ее соблюден был весь чин крещения. Немного воды влила она и смешала с драгоценным миром. И таким образом совершено там таинство святого крещения. Первосвященник своей рукой изгладил и разрешил вины грешницы, которые при грешении скверны, и студные дела были многочисленны. Мудрая кающаяся пала к ногам его, чтобы возродиться духовно. Ей нужно было родиться рождением крещения, и потому пролила она слезы и смешала их с дорогим миром. Преклонила она главу свою к ногам его, омыла их слезами, и отерла волосами своими, чтобы получить оставление грехов, потому что через это, как через крещение, получила освящение от нашего Господа. Во второй раз зачатого чревесия грешница, чтобы через новое рождение украситься духовно. И при этом возрождении в воде приобрела она очищение, изглаждение и оставление грехов. Когда Господь наш, это море щедрот, возлежал на вечере, грешница коснулась ног его, и он омыл и очистил ее крещением. Из святых вод крещения вышла она, когда нечистоты ее омыл Господь наш, это море щедрот. Перед обилием вод поверглась скающаяся, и они излили на нее потоки щедрот, чтобы исцелилась она от грехов своих. К животворному огню, который прикровен был плоти и воспламенял мир, приблизилась она телом своим, отчего и сама воспылала огнем, и потреблены в ней тернии грехов. В печь милосердия вверг ее художник твари расплавил и просветлил там, как чистое золото, и сделалась она блистающей, подобно золоту, чтобы стать украшением царского чертога. Господь наш возлежит на вечер и вкушает хлеб с учениками своими и пригласившими его фарисеями, а любовь его возбуждает грешницу приблизиться к нему. На вечере алчит он оставление грехов и жаждет отпущения долгов, потому что щедроты с ним неразлучны, и не желает он нашей погибели. И на этой-то вечере у Симона достиг он, чего желал. Пригласившие его, как пророка, звали его вкусить с ними хлеб и не разумели, что он сын Божий, а он, как и отец, имеет власть отпущать все грехи. Милосердному Господу, разрешителю всех долгов, слезы и горькие воздыхания блудницы были гораздо приятнее вечери, какую фарисей Симон приготовил для него в доме своем. Капли слез, пролитых грешницей, были для него лучше всякого питья, какое и предлагалось на вечере. Вздохи, какие услышал он в дому Симоновым, и слезы, истекшие из очей у блудницы, стали для него вожделеннее приготовленного ему пиршества. Симон учредил вечер у питателя целого мира, который с велением творческой силы своей дает пищу всей твари. Возлежащие обращают братья взоры к яствам и к недям, какие предложены на тропедии, и услаждают всех возлежащих. Но Господь наш внимает воздыханием и мольбам, какие тихо произносятся устами грешницы, желавшие получить прощение грехов. Каждый из возлежащих с нетерпением ожидает, когда дойдет до него чаша, из которой бы мог он усладиться и по вкушении стать благодушным, веселым и радостным, расположенным развеселить и других. Но Иисусу питьем были глаз и воздыхание и скорбь из торгавшейся из уст виновной грешницы. Другие, возлежащие с удовольствием, наслаждаются ясно, никакие предлагал Симон. Господь же наш радуется окающихся, которые вожделенны для Него. Всего приятнее для Него обращение грешников, взывающих к Нему. Поэтому-то вожделенен был для Него и голос грешницы, пришедшей к Нему. Посему Господь наш, хотя вкушал хлеб вместе с прочими возлежащими, но с любовью устремлял око свое на жену грешницу, ибо сильно алтал, чтобы приблизилась она к Нему с молитвою и молением. Как скоро фарисей Симон, возлежавший с Иисусом, приметил, что беседует он с блудницей, тотчас начал презирать его и почитать неведущим. Неведущим признавал он того, кому известно все сокровенное. Испытующего сердца и утробы всех людей, Симон причислил к неведущим, потому что увидел его беседующим с блудницей. В невежестве восставал Симон против того, кому известны все тайны, и думал сам себе, что Иисус не знает сокровенного. Вовсе неведущий тайн сомневался о всеведущем. Если бы этот был пророк, то знал бы, кто прикасается к нему. Симон знал, что блудница исполнена скверн, а поскольку грешница осмелилась прикоснуться к нашему Господу, то и почел его за сие неведущим. Так рассуждал Симон в уме своем. Если бы знал он, что это блудница, то оскверненной грешнице не дозволил бы приблизиться к себе, если бы имел он ведение, объемлющее все тайны, то укорил бы и отогнал от себя эту оскверненную женщину, чтобы не прикасалась она к нему и не сквернила чистого пророческого тела. Если бы ведал он тайны и пророческие откровения, то разумел бы и увидел все ее нечистоты и преступления. Известны были бы ему и гнусность, и многочисленность пороков ее. Если бы око его проникало во все тайны, то не позволил бы он прелюбодейце и блуднице лобызать ноги свои. Поэтому ясно видно, что он не ведущий и не пророк, как говорил я прежде. Ясно видно это из того, что, как вижу, делает с ним блудница. Не гонит ее он, без сомнения, потому что не знает, какая это женщина. Так колебался сомнениями фарисей Симон, и разгоряченный дух его не знал, что и подумать. Велика, правда, была вера фарисеева прежде, но не вполне совершенно, потому что Иисуса именовал он только пророком. Твердо веровал Симон вначале, что Иисус пророк, но между тем и сомневался о нем, потому что имеющего жизнь в себе Сына Божия именовал только пророком. От этого произошло, что впоследствии поколебало его сомнение о ведении Иисусом сокровенного. Вначале не знал Симон, должно ли Господа нашего признавать Богом, а напоследок не признавал его даже и пророком. Симон, когда еще высокого был мнения об Иисусе, Господа пророков именовал пророком. Но поскольку любовь его была весьма недостаточна, то дух его впал в сомнение. Если бы с самого начала исповедовал его в уме Сыном Божиим, то и впоследствии не именовал бы его пророком Господа пророков. Поэтому вера в Симоне не имела твердого основания. Он был слаб и немощен для того, чтобы Иисуса признать истинным Сыном Божиим, потому что колебали его сомнения. И в недоумении своем рассуждал он. Если бы Иисус был пророк, то ведал бы, какова сия женщина. «Думал я, что он пророк, но он не ведает сокровенного. А если не ведает сокровенного, то и не пророк, как думал я о нем». Господь же наш премудро отвечал ему и сказал «Симон, имею нечто сказать тебе, сузи право». Добрый пастырь своей любовью привлекал к себе прокаженного Симона, чтобы, когда обретал он одну овцу, не погибла у него другая. Господь наш начинает рассеивать в Симоне все колеблющиеся помыслы, соблазны, сомнения и беспокойства, чтобы и он обратился вместе с обращенной грешницею. Симон отвечал и сказал «Учитель, скажи, что угодно тебе». Так добротой и кротостью доводил Господь наш Симона, чтобы сам он осудил себя за сомнение свое о Спасителе. Он, сердцеведец, сделал судьей Симона, чтобы сам себя он обвинил и осудил за сомнение об истинном, ведущем все тайное и явное. И так Господь наш начал рассказывать притчу, которая должна была вразумить Симона и научить его, чтобы отложил он сомнения. У одного взаимодавца были два бедные должника, один должен был ему пятьсот динариев, а другой только пятьдесят. И поскольку не было у них чем заплатить долг, то обоим простил долги, разорвал их рукописание и не потребовал у них своего, которому же из должников надлежит более возлюбить взаимодавцу. Тогда Симон отвечал «Первому учитель надлежит более любить и чтить взаимодавца, потому что долг его был многим больше, нежели долг другого. Любовь к простившему должна соразмеряться с количеством прощенного долга. Поэтому первый преимущественно обязан оказывать почтение и благодарность взаимодавцу». И через этот приговор Симон, сам того не зная, сделался судьею в неизвестном для него деле. Притча имела сокровенный смысл, которого не разумел Симон. Сперва осудил он сына Божия, потом, когда поставлен судьею, возгордился тем, что произносит приговор, и не приметил, что собственным судом своим, думая осудить других, осуждает самого себя. Господь сам научил судью, как решить предложенное дело, и он, произнеся правый свой приговор, осудил сам себя. Симон, которого Господь наш поставил судьею, стал подсудимым и произнес суд на себя, когда думал, что судит других. Поскольку Симон величал со своим знанием пред всеведущим, то пред всеми обличен в неведении. Он приступил, вступил в тяжбу и был осужден. Потерял свое дело, сам того не зная. Стал судьей и осудил сам себя, даже и не приметив этого. Справедливый дал им приговор и знал в этом деле, сколько нужно было, чтобы осудить самого себя, и чтобы не превозноситься уже более предтайноведцем. Должниками были двое из бывших пресем. И именно он и грешница. Оба должны были взаимодавцы. Грешница 500 динариев, он 50. Дело предложено было Симону, и он решил, и собственным своим судом признал себя виновным. Проникающий в тайны сердечный и сердцеведец своей притчей Симона, как некогда Давида собственным судом его, убедил признать себя виновным. Симон также был осужден, как Давид подвергнулся ответственности. Пророк Нафана и Давида довел до того, что должен был сам на себя произнести осуждение. Оба, и Симон и Давид, были судимы по сказанию Писания, и оба были судьями собственных своих поступков, и сами себя осудили, и собственным своим судом произнесли на себя осуждение. Пророк судил царя, а Господь пророков – парисея, и оба по исследованию дела осуждены собственным своим судом. Грешница обнимала ноги у Господа, и Симон, как скоро увидел это, стал порицать ее за то, но премудро осужден. Господь наш ясно показал ему, что любовь грешницы больше, нежели его любовь. Ибо Господь начал после всего объяснять притчу самым делом и показывать Симону, что его приговор падает не на другого кого, а на него самого. С любовью обратился милосердный Господь наш грешница и стал говорить Симону о кающейся. Он хотел показать возлежащим великую любовь ее и научить их, во сколько крат любовь ее выше фарисейства, пригласившим его на вечерю. Господь наш сказал фарисею, взошел я в дом к тебе, Симон, но ты и ног мне не омыл, а эта плакала. И слезами очей своих омыла ноги мои, и волосы головы свои отдала мне вместо полотенца. И маслом не помазал ты меня, Симон, как это было прилично тебе! Она же с любовью возвела на меня доброе и дорогое миро. Не облазал ты меня, Симон, знак любви своей ко мне, чтобы все увидели и уверились, для чего ты учредил все это. Сия же бедная и жалкая, не переставала бы взять мои ноги. Поэтому твой поступок, Симон, гораздо ниже ее поступка. Она с великой любовью сделала для меня многое, а ты приготовил только эту вечерю. Ты предложил мне хлеб и вино, она же предложила мне молитву, дорогое миро и слезы очей своих. Ты растворил для меня вино, которое, впрочем, ни к чему не годно, Симон. Она же с любовью облобызала все составы ног моих. Скоро гибющими ясами и снедями доказал ты, Симон, любовь свою мне ныне перед возлежащими на вечере. Она же во гласе исповедания и слезах принесла моление свое. И ее расположение любовь лучше вечери твоей, Симон. И поскольку так много возлюбила она, что отпускаются ей долги и грехи ее. Жена грешна, исполненная скверн и нечистот, как величественна красота твоя. В изумлении взираю на тебя и не знаю, что сказать. О, достойное соревнование матерь, прежде чреватое неправдой и пороком, но по оставлению грехов, достигшей чистоты и святости. Долго любила она пороки, которым предана была, но напоследок прославилась своим покаянием, как апостолу своей проповедью. Несистотами и скверными была она покрыта по причине худых дел своих. Но Иисус за любовью омыл и очистил ее от скверн. И сопом своим окропила отер он грехи ее, и очистилась она от неправд своих. Зловонным была она источником, из которого изливались гнилые воды. Но милосердие и благость изменили ее, и горькую воду сделали сладкою. Душа ее мутна была от непотребства, в какое ежедневно вдавалась она. Но орел, Христос, единым взором своим сделал ее кроткою голубицею. Нечистым была она камнем, о которой притыкались многие, но теперь положена на основании апостолов. Волчица притекла она к верховному пастырю, но едва возрела на него, изменилась и стала овцою стада его. Прежде ненавидела она духовную жизнь, потому что всякий день покрывали ее беззаконие, но Христос украсил ее, и стала она царицею прекрасных. И сию жену, которая проводила жизнь во всех возможных худых делах, прославляет ныне Иван, в своем величественном и приятном о ней сказании. Все изменяющей творческой волею своей переменил и волю грешницы, чтобы обратилась она к покаянию, в котором очищается всякий обращающийся от злых дел. И сия исполненная нечистот, распленная, оскверненная и вмещающая в себе все пороки, стала образом целого мира, который пришествием Сына Божий Иисуса Христа, Спасителя нашего, снова соделался прекрасным, чистым, избавлен от скверн. Миром же и слезами, которые извела она на Спасителя твари, таинственно предизобразила чин крещения мира. Когда возвела она на голову Спасителя доброе и дорогое мира, тогда благухание его распространилось по всему дому и привело в удивление возлежащих, почему и рассуждали о нем на вечере. Одни ценили его в триста, другие в двести динариев и присовокупляли. Для чего трата сия? А в лжеце и обманщике Иуде такая цена мира возбудила жадность. Поскольку был он коростолюбец и тач, то оценил мира еще дороже. Ему нужно было ценить выше, потому что собирал золото, посему-то и сказал, для чего сия трата. Но отчего же благухание мира так сильно действовало на возлежащих? Соки ли это были из дорогих корней или нечто приправленное благовонными корнями, и от того происходила вся приятность и крепость благовония? Чем и какой силой оковало оно апостолов и прочих возлежащих? И они с удивлением и изумлением говорили, для чего такая трата? От того древа жизни, которое посреди рая, когда возлито было на него, получило оно приятное и сильное благоухание. На Иисуса извелось драгоценное миро-грешнице, и поскольку она исповедала его, то от спасителя заимствовало оно свое благоухание. От запаха Иисусовой благоухание мира приобрело большую приятность и крепость, а потому и возлежащие при благоухании сей драгоценной вани были вне себя от изумления. Целое море мира нашего Господа помазало грешницу. Тогда и запах приятного мира, и сладостная воня Иисусова потекли и смешались между собой по причине же всего смешения, и мира привело в изумление весь дом. Грешница, исполнившись искренней любви, помазала Господа таинств, и от него развелось то сладостное благоухание и исполнило всех удивление. Блаженная любовью воспламенила Господа семьямом и трогательно умоляла, чтобы дозволил он истеть сладостному благоуханию, и тем уславил и восхитил апостолов. Вот свидетель истинный пророк Исаия, сына мостов, который называет Мессию корнем прорвявшим в земле жаждущей, Исаия 53.2, потому что он сын чистой Девы Марии, родившейся неискусо мужно. На сей это корень излиялась теперь мира грешницы, и от него получила ту неизреченно приятную воню, потому что сын Девы Марии корень в земле жаждущий. Он увеличил благоухание излиянного на него мира, хотя мира грешницы и само по себе братья было драгоценным. От Иисусова благоухание, когда излилось мира на Иисуса, приобрело оно несравненно сладостнейшее благоухание, а потому и возлежавшие чрезвычайно дивились приятному благоуханию мира. И в целом мире не было превосходнейшего мира, и по силе, и по приятности благоухания, посему-то многие оценили его в 200 или 300 золотых динариев. А нечестивый и лживый Иуда, предатель своего учителя, употреблял все меры корыстолюбие, чтобы захватить, присвоить и утаить цену мира, потому что любил он деньги. Для чего такая трата, говорит Иуда? Почему мира не продано еще дороже, чтобы цену с ним можно было раздать бедным, утесненным и нуждающимся? Но Христос проник Иуду, ибо знал, что Иуда говорил это из одного лукавства, потому похулил слова его и осудил их, как сказанное лукаво. Велико дело сие и должно было исполниться на мне. Жена сия помазала меня пред вами, ученики, и на день распятия, когда пригвоздят меня ко древу, ибо когда буду распят на кресте, никто не может помазать меня. И так драгоценное миро сие служит на день моего погребения. Жена помазала меня прежде крестных страданий моих, потому что когда разбежитесь вы, ученики, никто не придет помазать меня. И так доброе дело сделано для меня, потому что помазала меня. Прекрасное святое совершило надо мной дело, потому и не должна оставаться без награды. Истина, истина, говорю вам, имя ее написано будет в Евангелии моем. И когда пойдете на проповедь, возвестите миру дело ее, и память ее прославлена будет во всех четырех краях вселенной. Господь наш исцеляет все недуги наши и болезни уязвленных. И душевные греховности, и телесные недуги исцеляет он по милосердию своему. Тело Симона фарисея очистил он от проказа и душу блудницы немосществующую грехом соделал здравую. Очистил Симона от проказа а блудницу от грехов. Отъял у блудницы невидимую неправду, как у Симона проказу. По милости своей врачует и исцеляет от всех беззаконий, грехов и ствердств. Всякого кто приносит покаяние, потому что он морящий дрот. Как великий милосердный врач и очиститель грехов, он справедливо разделяет милости свои и блудницы и фарисею. Блудницы простил он пятьсот динариев долга, а фарисею пятьдесят, потому что он милосердный бог и желает спасения грешников. В душе простил он грехи ее, а тело очистил от проказа, которая осквернила его и по закону делала нечистым. И должники воздали ему чем могли, совокупно изъявили ему любовь свою за изглажденное рукописание долгов своих. Тот, кто от мучительной проказа очищен был явно, явно воздал и честь нашему Господу и уверовал в него как Сына Божия. Та, которая втайне которой простил он грехи, втайне воспламенилась любовью за то, что, тронувшись ее слезами и воздыханиями, даровал ей оставление грехов. Обоим даровано благодать, морем щедрот, обоим оставил грехи праведный судья, того и другую очистил от беззаконий и исполнил прошение обоих. Итак, приступите кающиеся и примите оставление грехов своих. Дверь отверсти умоляющим. Иисус никому не отказывает в прошении его. Всякий обремененный долгами, всякий, у кого уязвлены тело и душа, иди к двери его и ударяй, и он отверзит и исцелит болезни. Пусть кающиеся подобно блудницы принесут Богу несколько слез, а они получат от него оставление всех своих долгов. Ударяйте в дверь милосердного, непрестанно стойте при пороге его, приближайтесь к нему с упованием и даст вам оставление грехов. Слезами орастите кающиеся дверь дома примирения, потому что там найдете Иисуса, которого лабызала блудница, и он готов оставлять долги бедному человеческому роду. Кто домогается прощения, желает испросить у него оставление долгов своих, тот орошает слезами дверь его и будет очищен от предгрешений своих. Кто угрызен едоносным змеем, которого угрыз правоца нашего Адама, тот с воздыханиями умоляй врача, и он по щедротам своим исцелит его от угрызения. Кто по собственной воле своей впал в глубокую пропасть грехов, тот со страхом и любовью приступи к благому Господу и проси его. Бог милосерд и желает спасения грешников. Итак, в твоей воле кающиеся или жить, или умереть. От твоей свободы и от твоего произволения зависит быть или оправданным, или осужденным. Поэтому, пока не прошло еще время и не истек срок покаяния, приуготовься к молитве и принеси ее, подобно грешнице, и благие Господь возрадуются тебе и исцелит тебя, как исцелил ее. Всегда, во всякое время преисполнен он щедрот, посему плачь, как она плакала, и так же, как она, будешь исцелен. Возлюби его, как она возлюбила, и подобно ей получишь прощение от всеблагого, который не желает смерти ни одному грешнику. Иисус, как вчера, так сегодня, и завтра, тот же и вовеки. Владышество его вечно, царство неразрушимо, дверь его во всякое время отверстла для того, кто ударяет в нее с верою. Да будут благословенны милосердия и любовь его, потому что благодеяние его бесконечное, не истекает никогда морящий дров его, богато и преизобильно сокровище его, ему и отцу и духу святому хваления во все времена. Ходатай божества, очисти рабов твоих твоею благодатью. Из Библии Книга Песни Песней Соломона Глава первая шестнадцать стихов Да лапзает он меня лапзанием уз своих, ибо ласки твои лучше вина. От благовония мастей твоих имя твое как разлитое мира, поэтому девицы любят тебя. Влеки меня, мы побежим за тобою. Царь ввел меня в чертоги свои, будем восхищаться и радоваться тобою, превозносить ласки твои больше, нежели вино. Достойно любят тебя. Чери иерусалимские, черная, но красива, как шатры кидарские, как завесы соломоновые. Не смотрите на меня, что я смугла, ибо солнце опалило меня, сыновья матери мои разгневались на меня, поставили меня стеречь виноградники, моего собственного виноградника я не стерегла. Скажи мне ты, которого любит душа моя, где пасешь ты, где отдыхаешь в полдень, к чему мне быть скиталицей возле стат товарищей твоих? Если ты не знаешь этого, прекраснейшей женщин, то иди себе по следам овец и паси козлят твоих подле шатров пастушеских. Кобылицы моей в колеснице фараоновой я уподобил тебя, возлюбленная моя, прекрасны ланиты твои под подвесками, шея твоя во жерельях, золотые подвески мы сделаем тебе серебряными блестками. Да коли царь был за столом своим, нард мой издавал благовоние свое. Мировый пучок возлюбленный мой у меня у грудей моих пребывает, как кисть кипера возлюбленный мой у меня в виноградниках энгетских. О, ты прекрасна, возлюбленная моя, ты прекрасна, глаза твои голубиные, о, ты прекрасен, возлюбленный мой, и любезен, и ложа у нас зелень, кровли домов наших кедры, потолки нашей кипарисы. Глава вторая, семнадцать. Я нарцисс саронский лилия долин, что лилия между тернами, то возлюбленная моя между девицами, что яблон между лесными деревьями, то возлюбленный мой между юношами. Втяни ее, люблю я сидеть, и плоды ее сладки для гортани моей. Он вел меня в дом пира, и знамя его надо мною любовь. Подкрепите меня вином, освежите меня яблоками, ибо я изнемогаю от любви. Левая рука его у меня под головою, а правая обнимает меня. Заклинаю вас, чери иерусалимские, сернами или полевыми ланями, не будите и не тревожьте возлюбленной, доколе ей угодно. Голос возлюбленного моего, вот он идет, скачет по горам, прыгает по холмам, друг мой похож на серну или на молодого оленя, вот он стоит у нас за стеной, заглядывает в окно, мелькает сквозь решетку. Возлюбленный мой начал, говорите мне, стань, возлюбленная моя, прекрасная моя, выйди. Вот зима уже прошла, дождь миновал, перестал, цветы показались на земле, время пения настало, и голос горлицы слышен в стороне нашей. Смоковницы распустили свои почки, виноградные лозы расцветают и сдают благовония. Встань, возлюбленная моя, прекрасная моя, выйди. Голубица моя в ущелье скалы под кровом утеса, покажи мне лицо твое, дай мне услышать голос твой, потому что голос твой сладок и лицо твое приятно. Ловите нам лисиц, лисенят, которые портят виноградники, а виноградники наши в цвете. Возлюбленный мой принадлежит мне, а я ему. Он пасет между лилиями. Да коли день дышит прохладою и убегают тени, возвратись, будь подобен серне или молодому оленю на расселенных гор. Глава 3, 11. На ложе моем ночью искала я того, которого любит душа моя. Искала его и не нашла его. Встану же я, пойду по городу, по улицам и площадям и буду искать того, которого любит душа моя. Искала я его и не нашла его. Встретили меня стражи обходящих город. Не видали ли вы того, которого любит душа моя? Но едва я отошла от них, как нашла того, которого любит душа моя, ухватила из-за него и не отпустила его. Да коли не привела его в дом матери моей и во внутренние комнаты родительницы моей, заклинаю вас чери Иерусалимские серными или полевыми ланями. Не будите и не тревожьте возлюбленной доколе ей угодно. Кто это восходящий от пустыни, как бы столбы дыма, окуриваемая мирро и эфимиамом, всякими порошками мироварника? Вот одр его Соломона, шестьдесят сильных вокруг него из сильных израилевых. Все они держат по мечу, опытны в бою. У каждого меч при бедре его ради страха ночного. Насильный одр сделал себе царь Соломон из дерев ливанских. Стопцы его сделал из серебра, локотники его из золота, седалищего из пурпурной ткани. Внутренность его убрана с любовью с черем иерусалимскими. Пойдите и посмотрите тщери сионские на царя Соломона в венце, которому увенчала его мать его в день бракосочетания его, в день радостный для сердца его. Глава 4, 16. О, ты прекрасна, возлюбленная моя, ты прекрасна, глаза твои голубиные под кудрями твоими, волоса твои как стада коз сходящих с горы Галаадской, зубы твои как стада выстриженных овец выходящих из купальни, из которых у каждой пары ягнят и бесплодной нет между ними, как лента алая губы твои и уста твои любезны как половинки гранатового яблока, ланиты твои под кудрями твоими, шея твоя как столб Давидов, сооруженный для оружий, тысяча щитов висит на нем все щиты сильных, два соса твои как двойни молодой серны пасущиеся между лилиями, доколе день дышит прохлада и убегает тени, пойду я на гору Мировой и на холм Фимиама, вся ты прекрасна, возлюбленная моя, и пятна нет на тебе, со мною с Ливана невеста, со мною иди с Ливана, пиши с вершины Амана, с вершины Синира и Ермона, от лаговищ львинных, от гор барсовых, пленила ты сердце мое сестра, моя невеста, пленила ты сердце мое одним взглядом очей твоих, одним ожерельем на шее твоей, о, как любезны ласки твои, сестра моя, невеста, о, как много ласки твоей лучше вина и благовония мастей твоих лучше всех ароматов, сотовый мед каплет из уст твоих невеста, мед и молоко под языком твоим и благухание одежды твоей подобно благуханию ливана, запертый сад сестра моя невеста, заключенный колодий, запечатанный источник, рассадники твои сад с гранатовыми яблоками, с превосходными плодами, киперы с нардами, нарды шафран, аиры корица со всякими благовонными деревами, миррой и алой со всякими лучшими ароматами, садовый источник, колодий живых вод и потоки сливанов, поднимись ветер с севера и принесись с юга, повей на сад мой и польются ароматы его, пусть придет возлюбленный мой в сад свой и вкушает слабкие плоды его. Глава пятая шестнадцать Пришел я в сад мой сестра моя невеста, набрал мир моей с ароматами моими, поел сотов моих с медом моим, напился вина моего с молоком моим, ешьте друзья, пейте и насыщайтесь возлюбленные, я сплю, а сердце мое бодрствует, вот, голос моего возлюбленного, который стучится, отвори мне, сестра моя, возлюбленная моя, голубица моя, чистая моя, потому что голова моя вся покрыта росою, кудри моей ночной влагою, я скинула хитон мой, как же мне опять надевать его, я вымыла ноги мои, как же мне марать их, возлюбленный мой протянул руку сквозь скважину, и внутренность моя взволновалась от него, я встала, чтобы отпереть возлюбленную моему, из рук моих капало мир, из перстов моих мир капало на ручке замка, отперла я возлюбленную моему, а возлюбленный мой повернулся и ушел, души во мне не стало, когда он говорил, я искала его и не находила его, звала его, и он не отзывался мне, встретили меня стражи обходящий город, избили меня, изранили меня, снялись меня покрывало стерегущие стены, заклинаю вас, щери иерусалимские, если вы встретите возлюбленного моего, что скажете вы ему, что я изнемогаю от любви, чем возлюбленный твой лучше других возлюбленных, прекраснейшей из женщин, чем возлюбленный твой лучше других, что ты так заклинаешь нас, возлюбленный мой белый румян, лучше десяти тысяч других, голова его чистое золото, кудри его волнистые, черные, как ворон, глаза его, как голуби при потоках вод, купающиеся в молоке, сидящие в довольстве, щеки его светник ароматный, гряды благовонных растений, губы его лилии, источают текучую миру, руки его золотые кругляки, усаженные топазами, живот его, как изваяние слоновой кости, обложенные сапфирами, голени его, мраморные столбы, поставленные на золотых подножиях, вид его подобен ливану, величествен, как кедры, уста его сладость, и весь он любезность. Вот кто возлюбленный мой, и вот кто друг мой, черри иерусалимские. Глава 6, 12. Куда пошел возлюбленный твой, прекраснейшая из женщин, куда обратился возлюбленный твой, мы поищем его с тобою. Мой возлюбленный пошел в сад твой, цветники ароматные, что упасти в садах и собирать лилии. Я принадлежу возлюбленному моему, а возлюбленный мой мне, он пасет между лилиями. Прекрасно ты, возлюбленная моя, как сердце, любезно, как Иерусалим, грозна, как полки со знаменами. Уклони очи твои от меня, потому что они волнуют меня. Волосы твои, как стадо коз, сходящих из галаада, зубы твои, как стадо овец, выходящих из купальни, из которых у каждой пары ягнят и бесплодной нет между ними, как половинки гранатового яблока, ланиты твои под кудрями твоими. Есть шестьдесят цариц и восемьдесят наложниц и девиц без числа, но единственная она, голубица моя, чистая моя, единственная она у матери своей, отличенная у родительницы своей. Увидели ее девицы и превознесли ее, царицы и наложницы и восхвалили ее. «Кто это блестающая как заря, прекрасная как луна, светлая как солнце, грозная как полки со знаменами?» Я сошла в ореховый сад посмотреть на зелень долины, поглядеть, распустилась ли виноградная лоза, расцвелили гранатовые яблоки. «Не знаю, как душа моя влекла меня к колесницам знатных народа моего». Глава седьмая четырнадцать «Оглянись, оглянись, Суламита, оглянись, оглянись, и мы посмотрим на тебя. Что вам смотреть на Суламиту, как на хоровод монаимский? О, как прекрасны ноги твои в сандалиях, черь именитая, округление бедр твоих как ожерелья, дело рук искусного художника, живот твой круглая чаша, в которой не истощается ароматное вино, чрево твое ворох пшеницы, обставленный лилиями, два соса твои, как два козленка двойни серны, шея твоя, как стол из слоновой кости, глаза твои озерки и сивонские, что у ворот баттробима, нос твой башни ливанской, обращенная к дамаску, голова твоя на тебе как кормил, и волосы на голове твои как пурпур, царь увлечен твоими кудрями, как ты прекрасна, как привлекательно возлюбленная твоею миловидностью, этот стан твой похож на пальму и груди твои на виноградной кисти, подумал я, влез бы я на пальму, ухватился бы за ветви ее, и груди твои были бы вместо кистей винограда, и запах от ноздрей твоих как от яблоков, уста твои как отличное вино, оно течет прямо к другу моему, услаждает уста утомленных, я принадлежу другу моему, и ко мне обращено желание его, приди, возлюбленный мой, выйдем в поле, побудем в селах, поутру пойдем в виноградники, посмотрим, распустились виноградные лоза, раскрылись ли почки, расцвелили гранатовые яблоки, там я окажу ласки мои тебе, мандрагоры уже пустили благовония и у дверей наших всякие превосходные плоды новые и старые, это сберегла я для тебя, мой возлюбленный, глава восьмая, четырнадцать, о, если бы ты был мне брат, сосавший груди матери моей, тогда я, встретивши тебя на улице, целовала бы тебя, и меня не осуждали бы, повела бы я тебя, привела бы тебя в дом матери моей, ты учил бы меня, а я поила бы тебя ароматным вином, соком гранатовых яблоков моих, левая рука его у меня под головою, а правая обнимает меня, заклинаю вас, черри русалимские, не будите и не тревожьте возлюбленной, доколе ей угодно, кто это восходит от пустыни, опираясь на своего возлюбленного, под яблонью разбудила я тебя, там родила тебя мать твоя, там родила тебя родительница твоя, положи меня, как печать на сердце твое, как перстень на руку твою, ибо крепка, как смерть любовь, люта, как преисподняя ревность, стрелы ее, стрелы огненные, она пламень весьма сильный, большие воды не могут потушить любви, и реки не зальют ее, если бы кто давал все богатство дома своего за любовь, то он был бы отвергнут с презрением, есть у нас сестра, которая еще мала, и сосов нет у нее, что нам будет делать с сестрой нашей, когда будут свататься за нее, если бы она была стена, то мы построили бы на ней палаты из серебра, если бы она была дверь, то мы обложили бы ее кедровыми досками, я стена и сосы у меня как башни, потому я буду в глазах его, как достигшая полноты, виноградник был у Соломона в Алгамоне, он отдал этот виноградник сторожам, каждый должен был доставлять за плоды его тысячу серебреников, а мой виноградник у меня при себе, тысяча пусть тебе Соломон, а двести стерегущим плоды его, жительница садов, товарищи внимают голосу твоему, дай и мне послушать его, беги, возлюбленный мой, будь подобен серне или молодому оленю на горах бальзамических. Творение святого Ефрема Сирина, том четвертый, страница двести двадцать девять, часть пятая. Когда приносит покаяние и один грешник, тогда радуются ангелы-хранители, как написано в Лука 15, 10. Внемлитесь ему и ободритесь духом все, у кого жизнь подобна моей. Постараемся исправить себя, возьмемся теперь за покаяние и обрадуем тем небесным хранителем, даруй нам Господи наш, чтобы мы были на радость ангелам и во славу Твоей благости. Кто спасет меня в пришествии судьи судящего поистине? Не принуждал он меня насильно работать виноградники его. Добровольно оставался я в нем целый день, чтобы получить награду, но за леность свою лишен той. Итак, собственными моими словами будет он судить меня, потому что сам я провозгласил и наименовал себя делателем его. Ежели есть где грешник, который так умножил число грехов своих, как я, то пусть придет ко мне и вместе будем скорбеть, плакать и жалобного пиять, как горькая ига Твоя лукавая, которую возложили мы на себя добровольно, а Твое ига, Господи наш, так же сладостно, как и Ты сам, сподоби же меня носить его, потому что на сие и призвал Ты меня. на мне исполняется пророческое слово, в котором сказано, грешник уже говорит Бог, для чего Ты проповедуешь уставы мои и берешь завет мой в уста Твои, а возненавидел наказание мое, Псалом 49, сподоби меня, Господи, с любовью принимать наказание Твое, возненавидеть грех и в Тебе искать прибежище, Всеблаги, начало всего доброго, первоисточник всех благ, избавь меня от соперника, от которого истекает всякое зло, непопусти ему исполнять на мне волю свою и освободи от работы его. Ты, Господи наш, по благости своей, призвавший меня виноградник Твой, сподоби меня делать в нем во все дни жизни моей. Даруй мне, Господи наш, оставить широкий путь и немедленно вступить на ту узкую стезю, которую указал мне, чтобы ею достиг я обителей жизни и там воспел хвалу щедротом Твоим. Веди меня, Господи наш, путем заповедей Твоих и, да, возненавижу путь погибельный. всякий, у кого сострадательное сердце, должен сетовать о мне, потому что призван я Богом быть в числе чад его, но по собственной воле своей унизил себя до раба. И, о, если бы быть мне, хотя усердным рабом, не попусти мне, Господи, наш, оставаться в числе рабов ленивых и лукавых, уста песнословившие Тебя во псалмах и песнях духовных, да не будут принуждены, Господи, вопиять от мучений в том будущем веке. Если я удалялся и от Тебя делами своими и удалился, то язык мой словословил Твое могущество. Не на дела мои довбирает правосудие Твое, но на хваление мои довозрит благость Твоя. При изобильной щедроты, которые не извели Тебя от Отца Твоего к нам смертным, да будут заступником моим Господи. Великий день воздаяния, чтобы избавиться страшного, угрожающего мне суда, быть помилованным и воскликнуть «Хвала Тебе, Господи наш, потому что разрешил Ты виновных и грешников сподобил оправдание». Достойно удивления, что так долго благоство терпело меня грешника. Дивлюсь, что так долго осмеливался я прогневлять тебя и не был удержан от этого. О, как многое прощало мне правосудие Твое! О, как намного отваживалась дерзость моя! Не осуди меня, Господи наш, на суде правды Твоей, потому что она ежедневно записывает дела мои. На мне бедном прославь милосердие Твое, сын милосердого! Поскольку я уклонился с правого пути, погиб и стал согнившим мертвецом, то даруй мне снова быть обретенным, спасенным от смерти, на радость ангелам-хранителям и на посрамление бесам. Сподоби меня, Господи наш, в пришествие это я взывать хвала понесшему нас на раменах своих. Телес упитанный, который заклам и принесен в жертву за грешника, ты, Господи мой, не изгладь меня бедного из числа искупленных Твоей кровью. Я вкушал тело Твое, пил кровь Твою и верую, что спасусь Твоей смертью. Ты, Господи наш, смертью своей умертвившей нашего убийцу, умертви во мне грех, да получу Тобою спасение. Не ради здравых, Господи, было пришествие Твое в мир, но для исцеления язвенных снишел Ты, подвигнутый к тому щедротами Твоими. Я в числе язвенных, трупы мои покрыты гноем. Посему исцели меня, Господи наш, отгони от меня душевные страдания, что упроствовляли Тебя в сон мне возвращенных к здравию. Имея я нужду в оставлении долгов, я от Тебя, Господи, удобно могу получить это. Если же от Тебя не получу, то нет у меня средств оставаться живым перед Собою. ибо умру душевной смертью, если щедроты Твои не явятся вскоре. Ты, Господи наш, радующийся жизнью, а не смерти. Избавь меня от смерти, чтобы мог я жить. Да приедет ко мне милосердие Твое и уврачует мои недуги и сокровенные грехи. Ты, Господи наш, врач всех болезней и прощаешь долги. Милость Твоя да будет врачевством для моих язву, да сведет с меня всякую скверну. И соп Твой, Господи, по благости Твоей, да моет нечистоты мои, и буду прославлять исцелившую меня благодать Твою. Ненасильно, Господи наш, возложил Ты на меня иго Твое, которое несу. Сам я подклонился под иго это, чтобы охотно служить Тебе. Но семя, которое приял я, чтобы пожать и собрать от него плоды, не посеял я на ниве своей, и не пожал от него сугубо плода, за что и причислен к ленивым. И вот, пробудился я от сна своего, Господи наш, прими меня доселе беспечного. Крест, высокий столб, горе подъемлющий душу, приклони ко мне величественную вершину свою, чтобы я мог возвыситься до Тебя, чтобы и мой дух вастек и узрел сына одесную Господа на высоких. Там да воспою хвалы тому, кто отринул распявшую его синагогу и обручился с церковью избранных. В ужас приводит меня, Господи, гнусность моя, потому что чем долей живу на земле, тем более увеличивается и возрастает мера грехов моих. Так неискусный купец не приобретает никакой прибыли на свое достояние, но утешается надеждой, пока не обеднеет. Да умножится моление стоящих одеснует тебя и благодать твоя да воззовет меня из числа козлищ. Дивлюсь сам себе, потому что и я в несчастье, равно как и в счастье умножаю долги свои. Дивлюсь, что доселе еще не исправился я, а между тем каждый день приношу покаяние, поддерживаюсь надеждою, пока не умер. Дивлюсь, как часто поддается обману наша человеческая природа. Опыт не может научить лучшему. Дивлюсь, до чего простирается дерзость человека, если умер, согнивает, а пока жив превозносится. Того и другого желал бы я и отойти, и остаться здесь. Но отойти боюсь, а оставаясь грешу. Да ущедрит меня благодать твоя прежде отшествия моего, потому что страшно мне отойти, не получив прощения. Она дарует мне и здесь судить право, и там жить благодатной жизнью. из перстей образовал ты меня, к тому подвигла тебя воля твоя. Не оставь меня в ааде за преступления и грехи мои. Знаю, что согрешил я, и сам себя зато презираю, но поскольку ты милости, кто уповая на щедроты твои, если не могу я войти туда, то по крайней мере дозволь мне по благости стоять без страха при дверях. О милосердый, доказавший любовь твою к нам тем, что умер за нас, отверзи мне, Господи, дверь щедрот, чтобы войти мне. Ты милосерд ко всякому, кто признает себя виновным, ты всегда исполнен щедрот и жаждешь того, чтобы оставлять грехи. Ради меня вознесло тебя древо на Голгофе. Смерть твоя добудет для меня крыльями, чтобы воспарить коцу твоему. Мне надлежало бы отсели взять с собой и приобретенное мною, но в праздности губил я все дни свои, начиная с юных лет. Воскресенье радует меня, но суд приводит в трепет. Потому что, как слышал я, Бог судит огнем, поведаю тебе грехи свои, что помолился ты за меня, Господу твоему. Хорошо призвать тебя на помощь, блаженный, что помолился ты об о врачевании болезни моих, которые противятся всем моим врачебным средствам. Вспомни, Господи, о мне заключенном в эти узы и да приедет ко мне повеление, исполненное прощение. Воспомни о рабе твоем и не поступи со мной, как тот царедворец, которого просил Иосиф и который забыл его заключенного в темнице. Любовь твоя ко мне ободряет меня устрашенного, поскольку святые милостивы бывают услышаны перед престолом твоим, то даруй мне рабу твоему по молитве служителя твоего здесь получить прощение, чтобы насладиться там. Милосердие твое на руках твоих возносит молитву праведных. Прости мои грехи ради всего молитвенника. Трепещи и страши из душа впадшая в грехи, принеси покаяние и избавишься от гиенны. Вожди светильник твоим благочестивым житием, запасись елеем добрых дел, чтобы вместе с женихом войти тебе в брачный чертог. Да не угаснет светильник твой во время вечери, потому что там не терпят тьмы. Оденься в светлую ризу, потому что жених ждет тебя. Когда заключит он двери брачного чертога и войдет в него, послужить святым своим, тогда не отверзет уже никому ударяющему в двери. Смотри, тебе угрожает огонь. Итак, восстань и неотступно ударяй в дверь судьи, чтобы избавил тебя от пламени. Дверь еще отверстся. Он стоит и зовет тебя. Внимай, трепещи и возвратись в дом отца своего. Ты черь света, поэтому бегай тьмы. Того из возлежащих, на котором была нечистая риза, слеза свергли во тьму, чтобы не несчасть с собой вечери святых. Если одежда твоя нечистая, легко тебе мыть их слезами от чей своих. Итак, восстань и молитвы очисти одежды свои. Молитва есть матерь грешной. Слезами исцеляет она язвы их и делает их здравыми как врач. Грешники, восстаньте из себя молитвою. Кто не плачет о восстановлении своего здоровья, тому вожделенна его смертельная язва. Кто грехами своими воспламенил огонь, тот, если будет молиться, угасит его своими слезами. Итак, умоляю, щедротость, и угаси пламень мучения. Каплями слез угасишь ты море огня, посему возбуди в себе покаянное чувствование, чтобы не стать тебе добычей огня. как возбудить мне покаянное чувствование, когда беззаконие рук моих заграждает мне уста мои, и молитва грешника бывает отринута. Злые дела, в каких провел я жизнь, приводят меня в страх и опасение, чтобы молитвою своею не побудил судью встретить меня с жезлом наказания. Помню, что должен молиться, но опасаюсь, потому что жил я нечестиво. Благость твоя дал милосердиться над моими неправдами. Многочисленных трупов мои, о, врач, милосердующий овсяком, у кого плоть покрыта ранами, исцели меня, врачующий изъязвленных. Под различными предлогами обманывают меня помыслы, оттого каждый день то грешу, то каюсь. Даруй мне, Господи, по милосердию своему, чего прошу у тебя, ибо вот вечер сменяется у меня утром, и жизнь исчезает незаметно, а я не принес еще покаяния. Прости, что так часто отказываюсь от своего слова. День похищает меня у ночи, жизнь моя непрестанно сокращается, но не умаляются грехи мои. Даруй мне, Господи, проводить жизнь свою с пользой. Вчера дал я обещание покаять, день прошел, а покаяния нет. Даруй мне, Господи, обратиться к молитве. Дни спешат к окончанию своему, а грехи около меня как камни преткновения. Уравняй для меня путь твой, Господи, чтобы мог я идти по тому. Прошлая жизнь послужила во вред мне. Что же буду делать впредь? Умоляю тебя, Господи, дай мне проводить дни свои с пользой. Стыдно мне своих ежедневных обещаний, оставшихся без исполнения. Милосердый, помилуй постыженного. Куда спешишь ты, жизнь? Объясни мне это, чтобы уврачевать негреховные язвы свои. О, всеведущий, приложи попечение полезным для меня. Даруй мне, Господи, обильные слезы, омыть нечистоту членов моих. Умоляю, помилуй меня, потому что у тебя мое прибежище. Да будет молитва моя благоугодна тебе, Господи, и да умилостивить тебя слезы мои. Умоляю тебя, возврати меня к жизни по благости твоей. Теперь настало время с особенным усердием умолять меня о жизни своей, потому что она совершилась и почти уже окончилась. По щедротам твоим, Господи, даруй мне покаяние. Горе тебе, душа, утратившая великий образ, до чего дошло унижение твое. Вот и в хлеб твой вмешаны терния. Уврачуя меня по милосердию твоему вечной от множества гнойных трупов, потому что сокровищница твоя богата средствами к уврачеванию. Нечего дать мне вознаграждение за это, но ты и не имеешь в нем нужды, потому что прибогат благодать твоя да восполнит все мои нужды. Оствернен я тиной грехов, стражду от зловония, облагухай меня миром твоим все освящающий. Омыл ты меня, Господи, бани водной, но, увы, снова погрузился я во множество зол. Возврати мне красоту, какая дана мне крещением. Вожделено тебе миловать грешников, вожделено тебе обретать погибших. Да взыщи ты меня воля твоя, чтобы не погибнуть мне. Кто принудил тебя не зайти до такого уничижения? Кто преклонил тебя претерпеть распятие? Твои страдания и крест показали, какова любовь твоя ко мне? Чтобы приобрести мне жизнь, пронзен ты гвоздями, чтобы искупить меня увенчан ты терниями, ты обрел меня, спаси же, чтобы не погиб я. Молитва об обращении оскверненной души не к новым побуждает тебя щедротом, потому что милость твоя давно уже приобыкла прощать грехи. Тебе обычно освещать оскверненных, любовь неодолимо влечет тебя оставлять грехи. Посему, как обычно тебе, посети меня оставлением долгов. Многое такое уже соделано тобой, а много еще возможно для тебя. Увращуй же трупы мои, потому что неотступно умоляю тебя. Прими дар, какой принес я тебе, потому что дар склоняет судью простить виновному его преступления. Вот слезы мои, дар твоей благости, вот молитва моя, предстательство пред твоим правосудием. Прими милосердый кающихся и не отринь моления моего, приобрести из сокровищницы твое врачество для недугов моих. Если не услышишь прошения моего, то враг ненавистник мой скажет, какую принесло тебе пользу, что утруждал своими просьбами судью. Посрами его, очистив меня от греха, не попусти в пасть мне в искушение и издалечь и надирая за борением моим. Ты сам ротоборствуй со мною и научи побеждать. Исполни по милости свои прошения мое, изгладь по правде твоей вины мои, будь моим охранителем и возврати мне жизнь, потому что к тебе прибегаю. Крайне угнетен я, о, судья мой, душа грешника умоляет тебя, возри наскорь мою отмститель угнетенных. Укажи мне дверь твою, чтобы мог я ударять в нее, покажи мне милосердие твое, чтобы мог я придержать все его, потому что милосердие твое ходатайствует закающихся. На твоих раменах желаю быть, пастырь, тебе обычно возлагать на рамена свои погибших и обретенных, посему на мне покажи попечительность твою. Изведи меня из пустыни, где камни пресновения, и всели на злачных пажетих твоих. Дозволь мне иметь часть на пажете стада твоего. Велика и мучительна болезнь моя, Господи, греховная язва причиняет мне жестокие боли. По великому милосердию твоему оббежи с трупы мои. Душа кающегося, сподобившись оставлению грехов, да воспоет тебе, Господи, сию хвалу. Слава тебе, ущедряющий кающихся. Злокозненный враг жестоко нападает на меня. Приди на помощь ко мне, Господь победителей. Преодолен я, помоги мне побежденному. Враг всегда бодрствует и не дремленно готов набрань, а я погружен в бездействие. О, если бы возбужденный тобой победил я бесстыдного. Когда спокойно стою на молитве, он смущает меня неустроенными помыслами, какие сам же влагает в меня. Восстанови во мне покой размышления о тебе, безмятежные. Слава тебе, небесный Отец, хвала сына из недр твоих и прославление Святому Духу. Для чего ты, душа, став добычей сатаны, погрязаешь во множестве посыдных дел? Возапи болезненно, и да услышана будет молитва твоя. Горе мне, конец близок, а я как зимою без плодов. по щедротам твоим дару мне жизнь и буду прославлять тебя. Время приближается, жизнь моя проходит и уже кончено, а греки мои предварили меня на суде. По щедротам твоим будь милостив в немощи моей. Ради грехов моих снишел ты в утробу матери и пребывал в ней. Грехи мои вознесли тебя на крест. По милости твоя честь и прегрешение мои. За меня, Господи, восприял ты язвы и по благоволению ко мне заключился во гробе. Буди теперь милости в ко мне Господи и избав от суда. Не сохранил я благ, какие ты дал мне, но добровольно избрал себе злое. Не отринь меня надежда кающихся. Весница твоя прободена гвоздями за то, что я простер свою к запрещенному плоду. Плотию твоей примири меня с собой, потому что согрешил я. Возненавидел я жизнь свою, расплел члены свои и покрывала тьмы на лице моем. Восставь меня и узрю тебя и воскрес на лице в состоянии принести тебе покаяние. Уповая только на щедроты твои еще умоляю, не отринь меня надежда кающихся. Девять Врач пришедший для нашего спасения, у врачей многочисленные болезни мои, чтобы не быть мне посмешищем для знающих меня. К тебе прибегаю правитель всяческих. Акропи росой благодати твоей очисти меня, потому что весьма я осквернен. Волны грехов потопляют меня, Господи, погрязь я во множестве зол. Извлеки меня пощедротом твоим, чтобы не погибнуть мне. Мир увлекает меня своими приманками, Господи, оковал меня узами любви своей и не позволяет мне идти прямым путем. все дни мои проведены в праздности и не помышлял я, что жизнь моя зависит от одного часа, потому ожидает меня огонь. пролейте братья слезы о мне. Я наемник, который не заслужил себе платы, потому что вор похитил и унес одежды мои. Страшное и ужасное нечто совершилось со мной, Господи. Был я наследником царства твоего, на лукавый, низложил и далеко отринул меня, чтобы невозможно мне было войти в царствие. Поэтому, Господи, окропи меня росою твоей, которая прохлаждает утомленность, а я весьма утомленный не мог, потому что мятежник низложил меня и наполнил ужасом. Знаешь, что близко время, когда будешь разделять награды святым своим, помни тогда и о мне и не забудь меня. Великой непрестанной скорби воскорбят там грешники, когда заключены будут для них двери. Что буду делать в тот день, когда обнаружатся все сраные дела, которые сделал я в мире тем, которыми осквернил себя? Убойся, грешная душа, и пробудись, для чего ты спишь, когда время дело не ее? Подумай сама себе, пока еще есть для тебя надежда. Сокровище гнева собрал я себе, и в воздаянии зато ожидает меня мучение. Увы мне, премного скорбил я тебя. однако я раб и поклонник твой, Господи, по благости своей покажи на мне щедроты твои, потому что совершенно изнемога и погибаю я от грехов твоих. Отверзи сокровища щедрот твоих, ом милосердый, и отгони от меня болезнь, которая мучит меня. Долгое время наказывал ты меня, посиди теперь. Крест твой, Господи, да будет врачебством от язву, которых много на членах моих. Он может уврачевать язвенность. Время близко, наступает конец, я не схожу в глубину ада. Помилуй меня, Господи, даруй мне жизнь, что упрославлял я тебя. Услыши моление мое, милосердый грешникам, простри мне руку помощи и не попусти, чтобы стал я ужасом для других. Великое чудо совершил ты на мне, восставил меня, когда уже потеряна была надежда. Хвала тебе вечно сущий. Ты, который по любви пришел, умер за нас по благости своей, смертью избавил меня от заблуждения, даруй мне жизнь в пришествие твое. Крестом своим избавил ты меня от лукавого, по милосердию твоему отпусти мне грехи мои, ибо то и другое тебе свойственно, Господи. Отец жалился над созданным по образу его, и по милосердию своему к нам человекам дал тебя, чтобы через тебя получили мы жизнь, даруй же мне жизнь по благости твоей. милосердию, если у тебя, Господи, нет милосердия, то у кого оно будет? И без милосердия твоего как будет отпущена нам неправда наша? Тобою только при милосердии наш, Господи, можем быть спасены. По благости твоей, Господи, возврати мне жизнь, и восставь меня, потому что пал я в грехи, отобою восстают пациенты. Многочисленные греховные структы мои и стыжусь просить у врачевания гнусных язву своих. Обвяжи, по крайней мере, раны мои милосердии врачи. Не оставь меня в руках завистника, чтобы не посмеялся он над искуплением твоим и не посрамил его. Посему даруй мне жизнь по благодати твоей, чтобы он был посрамлен. Известно тебе сведущие сокровенные, что естество мое наклонно к грехопадениям. Даруй же мне жизнь из пришествия твоей, отпустив мне грехи. Всего оставление грехов ожидает грешник, отвернивший себя похотями. По милосердии только твоему могут они получить жизнь в день суда. Ибо кто может спастись, если правда твоя будет строго судить и взвешивать и дела и помышления наши. И так не по правде твоей, но по благости твоей даруй нам жизнь. Без числа много сетей узлокозненного, и кто в состоянии избежать всех его сетей. И число наше немощно, тобою одним можем мы побеждать. Тело наше по своей походливости постоянно стремиться к неправде. Не по правде твоей суди меня, Господи наш. Воля наша немощна, потому что грех царствует в пленах наших. Тобой только победивший нашу неправду можем преодолеть его. На брани Господи прославляются победители, но мы не радивы для того, чтобы приобрести победу мужественную борьбою. Спаселуй Господи нас, помилуй нас, побежденных в поробости. На высокой степени достоинства поставлены те, которые прославляются за победные венцы, приобретенные в брани. Им по правде Господи даруй жизнь, а мне по благодати. Хвала тебе, человеколюбец. В твоей сокровищнице нахожу все средства по моему спасению, а именно оставление грехов и щедрот и грешникам. Благодарение Отцу, пославшему тебя к нам, чтобы через тебя принялось верный Господь на Господь нас, получили мы спасение. Соделай меня, Господи, достойным щедрот твоих пришествия твоих. Боже, смешайся и соделайся человеком, чтобы по благодати своей даровать человеком жизнь. Не отвращайся от нас, да не погибнем. грешники, ударяем гнусные похоти. Возри на немощи мои, спаситель мой, и поседи меня. Мои грехи известны тебе, благие. Вовлетен я в брань и побежден. Помилуй меня, Господи, по множеству щедрот твоих. Свобода моя должна была мужественно сражаться со грехом, чтобы подержать победу. Поскольку уже не победил я, то прошу, пощади меня от наказания, хотя я не заслуживаю никакого утешения. Грехи мои лишили меня венца, милосердие твое, Господи, да спасет меня от огня. Не заслуживаю я венца, но да не подвергнусь и осуждению. Прекрасно для тебя прощать грешников. Всего приличнее тебе умножать щедроты свои, чтобы тем и другим прославлялся ты, Господи наш. Скорбь мучит грешников, раскаяние терзает беззаконных, когда праведники получают венцы. Ах, какая скорбь и печаль будут мучить меня, когда за жизнь свою пойду и отсюда, да ни с чем. Но по справедливости буду я наказан, потому что грешил. Неприятно мне было отстать от порока, потому за вожделение свое утратил я царство и за леность свою наследовал тьму. В день суда сделаются видными мои пороки, как струпу покроют они члены мои, что посеял, то и пожну. Мне остав долги мои благие по благости Твоей, а благочестив их вознагради по правде. Им предостав черток с меня довольны избыть мучений. Славен будешь ты, Господи, наш правдой Твоей, восхвалят Тебя благие за милость Твою оба мира, и дольней, и горней. Будут благословлять Тебя, Господи. Придите, друзья мои, уподобившиеся мне грехами и справимся. Возлюбим покаяние, чтобы им, души свои, пробудить от греха к жизни. Довольно служили мы лукавому, и теперь начнем работать Господу нашему, пока отверсты еще для нас дверь щедрот его. Ибо в одно мгновение отовсюду заключено будет царство, и готовые соберутся в царстве, а кто останется вне, тот будет каяться вечно. Вот дверь его отверсты еще пред вами, грешники. Спешите входить и спасайтесь, благие радуются окающихся. Пока для нас дверь гроба еще заключена, а дверь щедрот отверсток, подумаем, как уврачевать язвы свои. Все благие не упрекает грешников в прежних скверных грехах, потому что не упрекал он и возвратившегося блудного сына. Не осудил его за непотребную греховную жизнь, но вышел навстречу к нему, с радостью принял его и поставил его во образец кающимся. Хвала тому, кто предусмотрел наше беззаконие и дал нам средство приобрести у него жизнь, именно же дал покаяние, которое врачует нашей язвы. Благодарение тому, кто по-написанному вместе с ангелами своими радуется нашему обращению, ибо не хочет, чтобы погиб созданный по образу его. Любит он человека, которого создали руки его, и подает руку кающимся. Итак, придите, братья, поспешим в сие убежище. Кто к нам так милости в Господе, как ты, кто перенес бы наше ожесточение, подобно тебе, так милости во прикрывающему недостатки наши. Весьма велико долготерпение твое, Господи, неправда всех людей пред лицом твоим, и любовь твоя терпит мир, и неправда его. Не в силах мы должным образом возблагодарить твою благость, потому что душу свою отдал ты за нас на смерть. Чтобы даровать жизнь мне, умер ты, Господи, и искупил меня. У родителя твоего нет другого, кто был бы больше тебя, и кого предал бы он за нас. Благословен Отец, даровавший тебя человеком. Спешите, кающиеся, идите к всеблагому, который вкусил за нас смерть, чтобы нам даровать жизнь. Смотрите, с каким желанием ожидает он нашего обращения. Он радуется, когда погибший возвращается, он приемлет кающихся. Введи нас, Господи, вовчий дом твой. Блажен кто от всего отрешившись внимает в себе и дни свои проводит в слезах. От всего отрешившись и непрестанно воздыхает. Кто однажды узнал путь креста, тот в непрестанных борениях в мире всем, чтобы напоследок найти радость и блаженство. Сердце мудрых в доме плаща, сердце безумных в доме веселья. Крисяст кто любит мир, тот в нем находит свое удовольствие. А для мудрых, которые внимательны к себе самим, нет радости в мире всем, потому что он обманчив и сердце их наполняет скорбью. И поскольку не предаются они смеху и радости мира всего, то застрадания свои награждены будут райскими радостями и блаженством. Горе тому, кто туда пойдет плакать, потому что с плачем соединен будет искрежет зубов, когда начнет он вопиять в месте мучения. Вот, братья мои, яснее всего, что человеку невозможно радоваться в том и другом мире. Кто радовался здесь, будет плакать там. Несправедливо было бы человеку за здешние страдания, труды и скорби сетовать там. поэтому спаситель наш изрек горе смеющимся они восплачут, горе насыщающимся ныне они взалчут. Но блаженство сколько-нибудь времени плакал здесь, потому что слезы его прекратились, их уже нет, и наслаждается он неприходящим блаженством. Долго ли не покаешься ты, бедная душа моя? Суд уже близко, огонь готов для человеков и для членов моих. В море зол погрызал я все годы жизни моей, не оплакивая грехов своих, и внезапно налагает на меня оковы смерть. Сатана обольстил меня и связав своими похотями, увлек в плен без жалости поверг на землю. Увы, что теперь делать мне? Ты, праведный судья, посрами лукавого, который воюет против меня, когда желаю покаяться, скрытно ставит мне хитрые сети свои. Будь помощником моим, многомилостивый Господи, я восстану, посмеюсь над ним, разорву все сети его. Горе мне в день тот, когда будешь ты, Господи, судить грешников. О, да не посыжусь там пред сонмами ангелов. Трепещи и смущайся душа моя, и умоляя говори Господу своему, помилуй меня, спаситель мой, и извлеки меня, погрязшую в пороках. Я грешница и стыжусь умолять тебя благодатью твоей, Господи, спаси меня от гиенны. Вот день Господень внезапно возблистает для твари, и праведники во средние Господу выйду с горящими светильниками, а я тьма. Нет елея в моем светильнике, чтобы встретить жениха, когда придет. Он праведный судья и нелесиприятен грешникам, потому что воздает всякому по делам его. Что же буду делать я, имея у себя такое множество грехов? Кто оправдает меня на этом праведном суде? Трепещий дух мой слыша, что день суда близок. В смущении пригодят мысли мои от представления, что нечестивых ожидает огонь. По благости твоей, милосердствующей огрешниках, помилуй меня погибшего, и буду славословить тебя, когда явится царство твое. Крест твой да сопровождает меня при этом страшном переходе, да отгонит от меня темные силы, да послужит мне ключом и отверзит райские двери, чтобы войти в веселье, возрадоваться и славословить мне щедроты твои милостивые. Благомилостивый Господи, не оставь меня в аде, потому что даровал ты мне пищу тела твое и стекие, животворящую кровь твою, да очищу телом твоим и кровью твоею, да получу оставление грехов моих, когда воскресну тогда и буду песнословить тебя в сонмах святых твоих. Увы, дни юности мои проходили в суете, когда блуждал я, предаваясь похотям мира сего, когда дух мой окован был обманчивой любовью и юности, и не помышлял я, как страшен день, в который воскресну. Кто подкрепит мою немощь в той стране ужаса, где не уважаются ни род, ни знатное происхождение, ни богатство, где брат не избавит брата от суда и где человек не даст никакого выкупа за нее понаписанному. С юности не приготовил я себе крыл милостынями, не приобрел себе легких перьев, что же мне делать, ибо должен переправиться через огненное море, как же прилететь через него, не имея у себя крыльев, даже ангелы содрогаются, когда вещает судья, и воинства огнезрачных духов предстоят с трепетом. Какой же дам ответ, когда вопросит меня о тайных делах, которые там для всех будут обнаружены? Двина. Ты, которому благоугодны кающиеся, благоволи ко мне грешнику, насыть меня крутицами с великой трапезы твоей, не попусти, чтобы жизнь моя погибла во тьме слева, и правда твоя, да не возрит нагнус на нечистоты моего убожества, что великое утро твое, в которое извечен будет вечный приговор. Радость мира сего есть светованье, горе тому, кто обольщается ею. Как корабль волнами оборевается жизнь моя бедствиями, сновидная радость пленяет ее зрелищем удовольствия. Ты будь кормчим нашим, изведи корабль наш в призрелищем удовольствия. Ты будь кормчим нашим, изведи корабль наш в пристань свою, что великое утро твое, в которое изречен будет вечный приговор. как любит грешника, когда приступает он к покаянию и с полными слез очами воздыхая и рыдая взывает ему Господи наш, избавь меня от огня, молю тебя, прими слезы моего убожества, добровольно грешил я пред тобою, но добровольно и каюсь. Смело приступи грешник, дверь уже отверстла, готова принять тебя, принеси ему в жертву слезы и приходи к нему, не требует он даров и нелицеприятен, но милосерд к человекам и охотно оставляет долги грешникам. Тринадцать. Оплать синаготу мою, возлюбленные братья мои, прогневал я Христа, порочные своей жизнью. Как благий сотворил он меня и дал мне свободу, а я, как достойный ненависти, воздал ему злом, нечестивыми делами своими. Служителем святилища поставил меня благий, что предстояло и пред ним, как ангел, а я, вероумный, оставил славное ангельское служение, служил демоном. Почему я оплакиваю юность свою? Господь всячески сотворил меня совершенным и садил орудием славы своей, чтобы я служил ему и светил имя его, а я несчастный, садил члены свои орудиями греха и творил имя неправду. увы мне, потому что будет он судить меня. Срамные дела мои предварят меня на суде и будут обвинять бедную мою душу. Неотступно умоляю тебя, спаситель мой, осени меня крылами своими и не обнаруживай скверн моих на великом суде твоем, чтобы прославлял я благость твою. Злые дела, какие сделал я пред Господом всяческих, отлучают меня от сообщества святых. И поскольку жизни своей не служил я Богу, как они, то и не имею никакой части в добрых делах их. Увы, я погиб. Теперь постигает меня горе, чего и достоин я. А если бы подвязался вместе с ними, то подобно им был бы и прославлен. Но поскольку был я расслаблен и служил похотям, кто и не принадлежу к своему победителю, а стал наследником гиены. Тебя, пронзенный гвоздями на кресте победитель, взывающий грешникам, придите, получайте ощущение даром. Тебя неотступно молю, спаситель мой, отврати очи мои от нечести моего, страданиями же твоими у врачей язвы мои, что прославлял я благость твою. Как скоро взор твой господи всяческих обращается на мглу грехов моих, она исчезает передо мною и беспрепятственно, со всей ревностью начиная ходить путем заповедей твоих, укрепляясь надеждой на тебя и освободясь от мрака заблуждений. О, все благи, чья благость безмерно выше неправд мира, упованием на благодать твою, укрепи бедную душу мою, которая обессилена и в конец истощена тяжкими недугами неправды и греха и держится только упованием на тебя, тебе, надеясь, найти себе утешение. Огненное море приводит меня в смущение и ужас и трепещу по причине злых дел, какие совершены мною. Да послужит для меня мостом через то крест твой, сын Бога живого. Да отступит со стыдом гиена пред телом твоим и кровью твоей и да буду спасен щедротами твоими. Скорби и болезни, какие терпел я здесь, суть предвкушения тамошних нескончаемых страданий и мучений, ибо известно мне, что как здесь страдал я от болезней, так и там грехи мои вернут меня в муки. Ты, Господь всяческих, по милосердию твоему будь для меня пристанью спасения и прибежищем помощи, и спаси меня. Умоляю благостую и спаситель мой, отныне изли на меня щедроты твои, и там поставь меня вдали отчасти мучимых. Христе, благоволивший стать жертвою за нас, умертви Господи грех, которым поражены все члены мои. снизой и обитай в членах моих. Как скоро узнает о всем лукавы, сокрушатся зубы его, и огонь гиенский будет утушен твоим блистанием. А если осмелится и дерзнет он коснуться членов моих, как оскверненных неправдою, то мановением твоим воспрети ему и окропи меня росой, чтобы выйти мне из этого огня, подобно трем отрокам, которые взывали к тебе в печи. Лукавый сатана изблевал на меня яд свой, растлил и низложил меня грехом. Но поскольку иду я твоим путем, а ты всемогущ, то питает надежду немощь моя, что ты, презряя его, окажешь мне помощь оставлением грехов и посрамится растлитель мой. Князья злоба ослепили меня страстями своими и хитрости своей похитили у меня красоту юности моей. Что же мне делать, потому что утратил я чистоту свою, возопию ко Христу, чтобы возвратило мне красоту мою, и тогда посрамятся лукавые. Прекрасная и достолюбезная юность, братья мои, когда на главе ее сияет славный венец девства. Но если похищена дорогая эта жемчужина, то погибла и надежда, которой хвалится юность. Спаситель мой взывает мне ученику своему, не отчаивайся в своем спасении, потому что я восставляю тебя и отпускаю тебе грехи твои. Мое ты приобретение, и я не презираю тебя, потому что искупил тебя собственную своею кровью. Поэтому из всех сил взывай, ученик, и не щади гортани своей, ибо Господь твой милостивый любит кающихся. Как скоро возвращаешься ты, отец твой предваряет тебя светением своим, заколает тельца упитанного, облекает тебя в светлую ризу и веселиться о тебе. Что было у меня в девстве моем самого высокого и радостного, то уничижил сатана необузданностью нравов моих, и драгоценный камень, блиставший болей солнца, хитростью взял, обманчивыми своими обольщениями похитил у меня проклятый, увы, что погублено мною. Первые украшения добродетели степень девства, а если нога твоя колебалась на сей степени и не устояла на ней, то еще есть другое украшение степень святости, а если ты истинно свят, то вместе с девственниками сподобишься блаженству. Да славословит тебя Господи наш, грешная душа моя, потому что дьявол подавил ее грехом, а ты исцелил. Да прославляют тебя все чувства и все мысли мои, потому что ты, Господи, по милости своей очистил и по щедротам благости своей омыл их. Да помолятся о мне бедном сонны сынов света, потому что прогневал я Бога, а не пусть умилостивят его, чтобы Господь наш любви даровал единую душу, а не пусть умолят, чтобы не был я исключен из сообществ твоих, но вместе с ними мог словословить его. Ты, Господи наш, зыщи и обрети меня погибшего, ибо ты на раменах своих понес утраченную овцу. Призови меня, Господи, чтобы и я пришел и был сопричтен к стаду твоему, и сопричислен к овцам твоим, и воспел тебе хвалу со всеми кающимися. Ученик, отрекшись, вышел вон, там нашло его покаяние и сказала, куда ты бежишь, Симон, от учителя своего, где найдешь тебе прибежище, в какой стране можешь укрыться. Когда же Симон сказал в ответ, что отречение своим от Господа своего, удалил себя от него и утратил любовь его, тогда покаяние приблизилась к нему и тихо вещала ему, смотри, не закосневай во грехах своих, иначе утратишь друга Христа. Уверяю тебя, что если возвратишься, снова примет себя и обрадуется пришествию твоему, пойдем же к нему и с сокрушением скажем, пасторь, взыскующий погибших, взыщи заблудшую и снова обретенную овцу твою. У тебя открылась греховная язва, если замедлишь, она погубит тебя, но у тебя есть мудрый врач, покажи ему язву свою, плачь и воздыхай при дверях его, подвигни щедроты его, чтобы уврачевал он. Такими прекрасными мыслями уловляла, воспламеняла и возбуждала его покаяние, тогда пролил он потоки слез, как дождь во время грома и горько рыдая, сказал, увы, ненавистником стал я Христовым. Христос поставил меня первым между соучениками, дал мне ключи от неба, отверзать его, вязать и решить, и после всего этого отрекся я его, содрогни земля, сколько неправды в злом деле моем. Увы, оставил я того, кому нет другого подобного, куда пойду, кто примет меня, ты отверзи мне дверь свою, о, прекраснейший, и я войду, увижу тебя, и через тебя получу снова жизнь. Сколько нужно времени, чтобы достаточно оплакать мне самого себя? Что сделалось со мною? Вчера был я апостолом, а сегодня стал вероломным, вчера поставлен домоправителем, а сегодня стал отступником чужим в доме, кто уврачует меня немощного?